Уже полыхнуло десятки трупов. Такие комментарии жители региона оставляют в социальных сетях по поводу пандемии коронавируса. Мотивов, наверное, много. Депрессия, желание сгущать краски или элементарная дезинформация. На 4 мая в Ульяновской центральной больнице в инфекционном отделении находится 73 пациента. 50 из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Две женщины 74-86 лет находятся на искусственной вентиляции легких. У остальных болезнь протекает в средней или легкой форме. Еще 19 больных с ковид на лечении медсанчасти. За сутки, вот за эти сутки, умер, во-первых, один пациент. Умер он, естественно, из ковидной пневмонии. Это была пневмония, но на вскрытие отек мозга. Брали дважды тесты у этого пациента. Оба они отрицательных. Но, естественно, после вскрытия все секционные материалы отправляются в Роспотребнадзор для того, чтобы они еще раз перепроверили на коронавирусную инфекцию. Первых пациентов с ковид-19 терапевтическое отделение больницы начали принимать 14 апреля. С 29 числа здесь заработал инфекционный госпиталь, который, к слову, сейчас пустует. Всего для инфицированных больных в МСЧ предусмотрено 415 коек. Основной фонд составляет 683 специальных места. Да, сегодня была встреча еще раз с коллективом медсанчасти. Была в пятницу встреча с заведующими старшими медицинскими сестрами. А сейчас встреча была с целым корпусом терапевтическим. Ну, и часть приходили с других подразделений. Медиков интересовали дополнительные президентские региональные выплаты для тех, кто работает с ковид-пациентами. Некоторые специалисты получили платежку за апрель и не увидели должных сумм. 80 тысяч для врачей из федеральных денег плюс 20 тысяч региональные. А средний персонал рассчитывал в сумме на 60 тысяч за месяц. Министр уверяет, президентские дополнительные надбавки за апрель вот-вот капнут на карту. Все финансовые средства доведены до сотрудников. Прямо вразумительно каждому сотруднику услышал в этот раз, сколько кому доведено и сколько лечебным учреждений уже переведено. Надеюсь, что 6 числа на картах сотрудников именно медсанчасти появится финансовые средства по специальным выплатам, которые как идут из регионального, так и из федерального бюджета. К вопросу выплат подключилась региональная медицинская палата. Ну, во-первых, это не должно быть уравниловкой. И есть просто недопонимание, что вот какое-то время, там сколько-то минут отработали, допустим, с пациентом с коронавирусом, будет оплачиваться только вот этот промежуток времени. Это не так. Если человек работал, специалист работал с пациентом с коронавирусом, значит, он будет получать оплату за этот день. Сегодня в региональном Минздраве создана специальная комиссия. Ее функция – контроль. Деньги должны дойти до каждого. Рината Леулова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.